Школа Ненецкого округа переходит на онлайн-образование. Первые пока еще тестовые уроки для выпускников 9-х и 11-х классов школы села Ома проводит учитель истории и общества знания школы номер один с углубленным изучением отдельных предметов Любовь Торопова. Подробнее о нюансах такого образования в материале Ольги Русул. Что в это время было сделано? Мирное использование атома. Все, что нужно для проведения онлайн-урока, квалифицированный специалист с одной стороны монитора и внимательная аудитория с другой. Кроме того, для качественного образования необходима бесперебойная интернет-связь. Но пока она подводит первый урок с учениками из Ома, который состоялся накануне, сказать, что прошел без сучка и задоринки, нельзя. Техническая составляющая еще не отлажена. Впрочем, это не одна особенность таких онлайн-уроков. Отличия, безусловно, существенные, потому что нет живого общения, нет живого контакта с детьми, поэтому я их вижу только через экран. Ловлю себя на мысли, что постоянно хочется что-то там пожестикулировать, обратиться к какому-то конкретному ребенку, а они меня все равно ведь не в таком объеме видят, как с обычными детьми. Качество связи, конечно, оставляет желать лучшего. Интернет-уроки Любовь Олеговна проводит для двух классов. В одном девятом 14 человек, в другом одиннадцатом всего 4. Знания проверяются не только посредством устных ответов. Письменные работы старшеклассники сканируют и отправляют на электронную почту учителя. Кстати, найти квалифицированного специалиста, особенно посреди учебного года, тоже большая проблема. Не все совершенно готовы к такой работе. Учить дистанционно все очень сложно, есть технические сложности свои. Не все готовы, но, в общем-то, я думаю, что первый опыт он даст много-много информации к размышлению, то есть как работать, какие сложности, какие нюансы. Проведение таких уроков на расстоянии стало возможным благодаря работе системы «Цифровое образовательное кольцо». С 1 марта по 31 мая оно работает в тестовом режиме, чтобы с нового учебного года заработать уже в полном объеме. Сейчас к системе подключено 5 сельских школ и 1-я городская школа. Канал для связи обеспечивает Ненецкая компания электросвязи. Мы сейчас опробируем этот этап и делаем анализ и результаты, как у нас все получается, нашей работы. И с 1 сентября мы надеемся, что все наши образовательные организации Ненецкого автономного округа будут включены в образовательное кольцо. И все совещания, необходимые семинары, тестирование, работа с одаренными детьми будет проводиться при помощи «Цифрового образовательного кольца». Проект по внедрению онлайн-образования для сельских школьников будет реализован в рамках проводимой Ненецким информационно-аналитическим центром работы по созданию единой сети передачи данных для подключения к информационным ресурсам региона. Она позволит обеспечить качественной связью сразу три направления – дистанционное образование, телемедицину и работу электронных дневников Заполярного района. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова